друзья всем привет заканчивалась вторая неделя как мы уже роемся в американском second hand по выбору автомобилей как правило в таких ситуациях заказчики уже меняют слегка свои приоритеты они уже четко понимают что им хочется чему им не хочется зачастую чуть-чуть снижают планку для того чтобы было больше шансов чтобы найти потому что изначально она всегда максимальная но это нельзя сказать про нашего заказчика он точно знает чего он хочет он точно понимает что он ищет ну а нам только остается искать это дальше если долго мучиться обязательно что-нибудь получится и наш заказчик об этом приблизительно знал он понимал и шел и нашел он нашел своего единорога мы нашли автомобиль который не был битый мы нашли автомобиль который не был крашеный ну как я сейчас включая демонстрацию своего экрана и посмотрим какой автомобиль нашли для заказчика значит мы имеем первое обращаем внимание остаточная цена автомобиля 5 800 для джеты это много даже для семнадцатого года это очень высокая финальная ставка по которой забрали это говорит о том что действительно машина не битая что машина действительно не крашеная мы видим у нее только разваленный бампер причем разваленный он только спереди дальше машина что по салону что по кузову остаточный пробег все хорошо у нее кому интересно если он год проверяйте вот этот автомобиль который продается уже в открытую на автория ну сейчас на него цена 15 900 раньше она была чуть-чуть другая я немножко позже объясню какая но здесь видно что ну просто все изумительно все перфекта и диски и колеса и салон мы детально смотрели все фотографии увеличивали класс машина просто не прицепиться принято решение едем смотреть этот прекраснейший экземпляр здесь небольшая медвенка на работе присутствуют такие вот скольчатые сейчас крыла подкрашиваемся на пальму вы говорите она у вас не красана? а ведь так все классно начиналось и как говорится стишок из юности вспомнил вот и верь после этого людям я ему отдалась при луне он красивые девичьи груди завязал узлом на спине все бы хорошо относительно цены этого автомобиля я сейчас включу запись телефона и покажу что этот автомобиль был в продаже со стоимостью 17500 долларов на момент когда мы его осматривали так вот этот автомобиль пообежали данные про автомобиль так здесь его страховка и вот найдены записи о продаже 17500 стоил этот автомобиль с пробегом 77 тысяч долларов и было это то же самое объявление и было это 14.03 вот весной совершенно недавно когда мы начали смотреть этот автомобиль а я напоминаю что мы этот автомобиль ищем с 17 числа с 17 марта у нас эта заявка и вот эта машина дальше объявление было второе тоже стоимостью в 17500 ну и так далее поехали уже стоимость 16800 и докатились до 15900 и я вас уверяю что это еще не последняя цена ладно смотрим дальше тут есть тоже подкичкованная часть конечно можно же поставить тайваньское крыло конечно же можно его покрасить под толщиномер конечно же можно покрасить его даже без грунта ниже толщиномера можно много чего можно машку за ляжку но эта машина позиционируется за 17 с половиной тысяч долларов как не битая не крашеная на момент поиска это был самый дорогой автомобиль вообще в интернете по украине вот дороже просто не было и эта машина она оказывается почему-то крашеная почему-то шпаклеваная и еще с возмущениями перекупа ребят можете что-то не понимаю напишите в комментариях почему люди которые перепродают автомобили ведут себя подобным образом выставляя автомобили как не битые и не крашеные а по факту мы приезжаем ладно бы подкрасили но еще зашпаклевали и еще утверждает я ничего не знаю я такую купил эта машина с америки и вот вам итог битфакс все остальное все просматривается честная классная история американская приехала машина как не битая не крашеная и получаем машину и битую и крашеную и шпаклеванную смотрим дальше была вмятина и риктовали без покраски было на колесне постойка тоже крашена тут видим эти же скольчики подплывник стоит у меня не оригинальный это иранский морское сиденье имеет вот такую неприятность тут все целое после выхода видео про volkswagen jet а первая часть это окончание кто не видел первую часть вот по ссылке оставлю пойдите посмотрите в комментариях посыпалась кучу хейта назовем это так что вы хотите от автомобиля за 13000 16 года живая машина будет стоить в районе 15 ребята мы заморочились мы нашли машину за 17 с половиной по итогу из офигенного автомобиля мы получаем переднее правое крыло крашена шпаклевана передние передняя левая стойка крашеная 17500 левый подкрылок неоригинальный грыжа на заднем правом колесе задняя правая дверь рихтована 17500 водительское сиденье надорвано уже ну сантиметров наверное 12 погрызанные мышами утеплитель капота 17500 так вот к чему я это все рассказываю высокий ценник автомобиля это еще нифига не говорит о том что этот автомобиль классный сейчас попробую записать какие дороги есть в городе киев потому что ну вот многие говорят вот столицы такие классные дороги ребят я знаю много городов в украине где дороги действительно классные а вот у нас ну что было понимание это ну грубо говоря в подол можно сказать историческая исторический центр города вот и вот здесь вот мы имеем вот такие вот дороги это дорога называется кудрявский спуск не так давно она еще была но классная замечательная посыпанная брусчаткой все с ней было хорошо а сейчас она имеет а вот такую вот штуку даже у меня сейчас срабатывает диагональное вывешивание вывешивание диагонали идет и я слышу по помощникам которые помогают мне проехать вернее про 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 шкрябаться автомобилю в котором я нахожусь которым я управляю это я к чему рассказал потому что на обычном пузырье тут ну просто не получится проехать а так в общем то никогда очень классная славная дорога но скажу честно рядышком здесь с правой стороны есть обычная дорога которая там практически ну смысле она нормальном состоянии она тоже брусчатка но на ней сейчас с утра идут стоячок и пробки сейчас грубо говоря 10 утра несмотря на то что основная масса движения уже прошла ай-ай-ай так ну дальше здесь уже более менее нормальная дорога вот основная масса движения уже по киеву прошла но там все равно пробка поэтому я шкрябаюсь судой потому как здесь я абсолютно спокойно абсолютно нормально могу проехать а встреча у нас возле променада вам если сверху посмотреть и троллейбус вниз крадется это вот уже пробочка а вверх там ну грубо говоря вообще стоячок но мы знаем параллельную дорожку по которой мы едем и сейчас у нас уже час уже приеду на встречу мы с парнем договорились возле торгового центра встретиться интересно эта машина тем что она по фотографиям я сейчас включаю монитор по фотографиям эта машина она не так сильно получат то есть татала можно сказать по ней нет да у нее нету капота у нее нету крыла видно что в левую часть прилетала потому как вот согнут сам усилитель бампера вот здесь вот на этой фотографии видно как он отошел от самого основания бампера остатки бампера есть но целенькие у нее полка крыла вот в принципе машина тоже очень неплохо выглядит также у нее целая безопасность я предварительно с парнем общался и он сказал что из-за не оригинального это стоит тайвань капот и тайвань бампер вот крылья стоят оригинальные все собрано чин чинарем все отлично к машине претензий нету приезжайте смотрите если подходит потом поедем смотреть на с того об этом мы договорились и смотрим что из этого получилось доброе утро окей да не туда ладно не отвлекайтесь еще это у нас забрызганное в эту сторону ничего не приезжало фары кстати поставили оригинальные полка него нормальная не заваленная вследствие того что камера у меня упала и файл оказался битый я не могу его сюда прицепить но из регистратора запись осталось на машине поэтому все будет под запись регистрацию и под звук болтик крепления на месте фаром активно жалюки судя по всему езда есть с двух сторон все работает наверное сейчас мы это еще раз посмотрим здесь тоже фара оригинальная и вот тут меня интересовало полка крыла чуть-чуть имеет следы рихтовки здесь осталось шумоизоляции подкрашенные болты потерянные колпачки следов распила я здесь не вижу я имею ввиду когда уходит кастер и его нельзя выставить здесь упилят болты и выставляет но тут нормально тут красиво собираю обратно а где вы ремонтировали ремонтировал я в этом в броварах там естественно ну я к тому что сделали ее не очень но у не очень смотрите вот зазор вот здесь и зазор с той стороны то есть это крылышко особенного там полка которая сверху и он у чуть-чуть не 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 дорихтовали но и из-за этого скорее всего вот той стороны не прилегает бампер к крылу я понимаю что бампер он не оригинальный что он в принципе вываливается по зазорам но вот хотя бы был бы зазор вот такой как с той стороны пока никакой критики я просто говорю замечание того что можно было сделать лучше сейчас покажу вот полка крыла видите она не 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 дорихтована то на залом имеет вот там вот она ровная верно верно его не до конца вытянули то есть его можно его можно было споттером подтянуть красивенько сделать вот здесь а вот здесь вот здесь из-за того что она не совсем ровненько стоит ну то есть из-за того что вот здесь не до конца выровняли это все можно разобрать сделать но это все дополнительно и плюс вот здесь вот крепления не не хватает на паре ну смысле как болт забыли закрутить вот той стороны видите есть крепление с этой стороны нету это опять таки не критично ну просто про и про 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 любили назовем это так и еще момент у вас очень маленький уровень охлаждайки то есть с учетом того что вот этот мотор он норма нарядно теплонагруженный у вас здесь минимум видите минимум максимум она у вас с водой ездила потому что вот вот это вот штука это от воды тут же блок чугунные голова алюминиевая сказать что это мрачная я не могу сказать что она ну сделанная сделано я вообще заказывал больше запчасти оригинал но меня немного подставили короче как раз это же карантин начался и там не начали говорить что типа то доставок не да то еще что то я даже день не заплатил еще до сих пор как бы висят мне там час я полностью морду хотел сделать я за 1000 долларов не сказали что полностью можно было взять морду но и еще там что-то бы осталось но выставить на lx и продать то из этого что мне пришли досталось только фары ну там решетка была не сказал все решетка тоже брать не буду потому что там 140 долларов фары я забрал и и крыло и крыло это вот уже оригинально все остальное уже собирал короче чего было потому что хотел быстрее собрать чтобы она стояла на и 100 потому что это да это как всегда я этим ребятам потому что фотка была одна фотографирую короче палка висит приезжает машина уже этой штуки нет я не зря оставил монолог парня который рассказывал о тех проблемах с которыми он столкнулся при ремонте автомобиля то есть обещают одну по факту получается другое в общем это боль тех людей которые сталкиваются с ремонтом автомобилей самостоятельно не знаю во что они влазят также кому интересно я могу скинуть ссылку на весь обзор этого автомобиля он там тайминг у него порядка полутора часов я там детально ему рассказывал про турбину про патрубки про всякие технические составляющие зазоры где какие должны быть ему рассказывал детально про помпу почему ее надо менять в общем кому интересно пишем ссылочку я скину это будет интересно тем кто занимается автоподбором кому интересно вот такая вот тема вообще кому интересные автомобили пишите ссылку оставлю мне не жалко про вот эту джету машина стоит 12 800 на старте то есть то что я вижу это приблизительно 12 100 1 ok 12 300 я думаю парень бы ее отдал это при условии того что мы ее поднимаем снизу у нее все хорошо все замечательно то что я вижу в нее засунуть надо еще долларов 700 тире 900 ну до 1000 это для того чтобы выровнять зазор на переднем левом крылье при условии что останется тайваньский капот тайванский бампер не будет идеального зазора но тем не менее ездить передвигаться с красотой и так чтобы она не бросилась не бросалась глаза это можно также эти деньги хватит поменять антифриз в автомобиле эти где не хватит поменять помпу если вдруг есть в необходимость этих денег хватит поменять термостат потому как это все в одном комплексе а раз туда лезем то сразу же и втулку теплообменника в общем сделать легкий ремонт переоформить получить номера этих денег хватит но нам нужна изначально машина целая и человек хочет человек хочет мы ищем и нам ничего не не придется кроме того как искать дальше идем дальше сейчас будем смотреть серо-голубую джету ну или же синюю как я правильно сказать как-то он рано приехал обычно я стараюсь никуда не опаздывать а здесь люди приехали раньше я балл приятно восхищен можно да в общем то я и сам могу сделать но я никогда не лежу в чужой монастырь со своим уставом так диски уже чуть подозвошены некритично но но колодок еще там много чистота в принципе в принципе собрано нормально шины с горками не текут уже хорошо видать новые колодки поставили потому что вот верхний кант не прилегала сейчас прилегает а ночью у нас тут вы просто обслуживали меня лида а какие жидкости здесь менялись охлаждающую здесь значит здесь важно сделать одну вставочку мы приехали на ству которая назначил нам парень он на этом ству обслуживался к нам он ехать не захотел потому что у него то времени это общем не важно почему не захотел не все равно где смотреть автомобили так вот был задан вопрос что было обслужено в автомобиле мы поменяли все жидкости потом оказывается что поменяли не все жидкости только масла вот и парень очень быстро ушел от разговора и пошел дальше делать диагностику первое неурядица уже началась на осмотре так пока вы впереди я сзади посмотрю на нее кузов здесь ржавчиньки у него еще нету так в принципе чистота так как иногда бывает что не слегка ржавенькие но здесь ржавчины как таковой нету ага защиту снять защиту здесь просто нету здесь вообще ну да мы снимем уши там надо будет радиатор посмотреть чуть разломанный пластик виду того что наверняка когда ее разгружали так ко мне интересно сейчас сниму защиту тогда посмотрим на термостат так соплей нету холодная горячая улитка на турбине она сухая сейчас покажу сам мотор сухой со всех сторон сзади их со всех еще не знаю чуть-чуть просекает сама муфта она недорогая на брони 10 долларов стоит и при необходимости эту штуку еще нужно будет намазать керамической пастой запросто это заклеить чуть-чуть начинает просекать но то мелочи ухты а можно попросите по трубок скинуть а то я вижу здесь уже кому-то и не родные стоят с любой стороны с какой удобно все равно а пока пока да чуть-чуть подогнутый радиатор и снизу и сверху да 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 у нас сухой хорошо в принципе да все можно накидывать его да и принципе ни кого их потеков по термостату я тоже не вижу термостату somm gera 100 должна на все в одном наблюдательный зритель сразу же увидит что этот автомобиль мы ранее осматривали в предыдущем выпуске но мы его осматривали снаружи а теперь мы смотрим эту машину снизу, потому как среди всех доступных вариантов это самый живой, самый интересный, самый релевантный. И это как раз тот случай, когда машина снизу выглядит лучше, чем она выглядит сверху. У автомобиля нету ржавчины на днище от слова вообще. То есть днище у нее без точки ржавчины. Все саленблоки целые, все рулевые тяги на месте. Слегка, правда, подстукивает в рулевая речка, но там совсем чуть-чуть. У нее сухой патрубок интеркулера, что говорит о том, что турбина здоровая и говорит о том, что клапан рециркуляции выхлопных газов отрабатывает правильно. У нее не течет помпа. Мы не нашли к чему прицепиться снизу, за исключением того, что мы уже знаем про автомобиль, что у него побитые радиаторы, мы уже знаем, что у него чуть-чуть подмятый порог. В общем, внешка, то, что мы увидели в прошлый раз, снизу машина оказалась очень неплохой и достойной. Можно скинуть свечки? Я заглядаю доскопом в цилиндр. Я у вас на сейчас. Сейчас, сейчас сделаем. Как только не изощряешься, когда забываешь свою камеру, я себя вижу. Сейчас я зеркальце прикручу. Задиров я не вижу. А здесь надо будет поршень приопустить. Тут тоже чистота. Сейчас еще можно чуть-чуть попросить нажать, для того, чтобы вот эти два цилиндра чуть глубже опустились. Да, везде хорошо. Алло, алло. Задиров нету, хон присутствует. Свечи уже нужно будет поменять, потому что, ну, потому что у них уже не такие четкие классные электроды, как должны быть. Легкий нагар по центру поршней на всех четырех поршнях. Масложора я не вижу. Ну, все неплохо, за исключением того, что еще надо будет поменять свечи. Неа, пустой. Цепь здесь 4,7 градуса. До 7 это норма. Под ковром, под ковром сухо. Сидение, подлокотники, ремни это я проверял. Но по люку ошибок не было. Не, нормально. Нормально, чистенько. Мусора нету, не вижу. По выхлопной системе все нормально. Катализатор у нее не выбитый. Чуть-чуть подтормаживает. Его надо будет смазать. Спереди крыши вылазит такая жабра. Ну, не жабра, а пластиковая штука. И вот раз, два, с двух раз она не закрылась. С третьего раза тяжело закрылась. Это надо будет ее смазать. Ну, в Таурегах даже есть это. В комплексной работе включено. Не знаю, как в джетах. Но официалам не задавал вопрос. Но в Таурегах точно включено такое в смазку самого люка. Так, на всякий случай левый ремень тоже хорошо возвращается. Левый подогрев сидений тоже работает. Разгоняется она очень уверенно. Переключается тоже очень ровненько. Третья. Вторая. Назад. Третья. Яка остаточная цена на него будет? А про что мы говорим? Про автомобиль. А за кей клиент готовый взяти? За 12 думаю готовый. Тому объективно. 13 тысяч? 13, враховуючи те, что тут... Ну, если объективно, то 12 с половиной. Бо тут радіаторы треба менять, тут порог треки цокнутий, тут, ну, сейчас набежит свечки и все остальные. Ну, так це ж обслуговування машин. Обслуговування гаразд. Радиаторы цена обслуговування. Нет, за 12 половиной не готово. Ну, яка... Зараз я его наберу. Яка остаточная цена будет? Я говорю, это настоящее. Я на них тоже миллионно зарабляю. У меня есть 500 лекарств, я именец от нас. Алло, алло, прокатился, вопросов нет. Общаемся по цифре. Дешевле 13 и не хочет ни при каких обстоятельствах. Вот сейчас... Ну, как-то так. Ну, вот как-то так. А чем мотивирует? Тем, что он много в нее вложил и хотя бы 500 долларов он хочет на ней заработать. Блин, так а ТО не делаю? Ну, радиатор. Ой, радиатор. Я задал этот вопрос. Он говорит, что это... Цена 13300, но точно не 12. 12 с половиной? Нет. Цена на нее стоит 13300, дешевле 13 и не хочет. Так там дистроника нету. Нету дистроника. На 14 с дистроником в таких комнатах. Там свечи менять надо сейчас. Можно не менять. Ну, так, так, 300. Сейчас включу громкую. Дай, пожалуйста. 12 800 и... И готовы общаться, да? Давайте 12 900 и ваше переоформление. День добрый. Добрый. Двенадцать... Я не слышу, еще раз повторите. 900, 800 сколько? 12 900 и ваше переоформление. Я не помню, смотрели ли вы видео до конца. Здесь вмятинка легкая на пороге есть. Я ее заснял. Я вам скину. Я просто не помню, по этой машине я показывал это или нет. Давайте так. Я вам сейчас отправлю все материалы, все видео. Вы как минимум посмотрите. А это будет первая продажа или нет? Нет. Не первая. Значит, перед тем, как ехать, в принципе, к человеку, я задавал ему эти же вопросы. Возможно, не так задавал. Сейчас я уже буду менять правильное задавание вопросов. Я спрашивал, первый ли это у него автомобиль. Он сказал, да, у меня единственный автомобиль. Я еще не продавал машин. Все нормально. Но здесь выясняется, что вторая продажа. Значит, чем чревата вторая продажа? Вторая продажа, она пойдет под налог. И люди, которые продают автомобили, они ставят в договоре купли-продажи 5000 гривен. И сумму платят не с 15 000 долларов или же с 13 000 долларов, а платят сумму 5%. Это если вторая продажа, и если третья продажа, то 19,5%. Ну, там 1,5% военный сбор и 18% налог. Так вот, вся эта сумма платится от 5000 гривен. Ну, у нас так система устроена, что через продающую организацию можно запросто купить автомобиль за 5000 гривен и перепродать его за 13. Так вот, удивительным образом выясняется, что автомобиль это не его, хотя он рассказывал раньше, что машина моя, она у него по доверенности. На вопрос, почему по доверенности, потому что ему с Грузией ее пригоняли по доверенности. Ну, дальше я понимаю, она растаможена не на него. Хотя, если бы он выписал доверенность, запросто можно было бы сделать на него. Но если бы я не пригонял, я бы этого не знал. Поэтому вот первый скользкий момент. Но смотрим дальше. В общем-то, такое двуякое мышление и да, и нет. И вроде бы и доделывать надо, но и машина неплохая. Хотя, с другой стороны, это вторая машина в жизни, по которой я, в принципе, не вижу масла в турбине. Ну вот, лично мое мнение, 12700 было бы классно. Но парень не отдает ее за столько. Ваша думка про машину? Чисто для меня. Моя думка, трохи переоцененный автомобиль. Ну, она не дорого мне получилась. Я, я розумію, что вона дорога. Три шкури на одних ваших. Ні-ні-ні, я не кажу, что... Тобто цена, якщо, ну, трошечки, от 12700 было бы очень классно. Враховуючи те, что он сюда, а еще найдется те, что не побачил я. Я розумію, тут еще запитания будут по самому кондиционеру. Якщо это вопрос в радиаторе, это одна вещь. Если тут еще будет причастный компресор кондиционера, это немного другая кошка. И вот это такая... Хлопцы могут заправить, если хочешь. Пообщались с парнем, он говорит, что кондиционер сейчас могут заправить, для того, чтобы сразу было понимание того, что компресор у нее целый. За чей рахунок банкет будет по заправке? Очень важно. Не, я пока еще... Питание никто не задавал, но оно потом всплывет. И поэтому, пока мы на березе, очень классно договориться. Давайте зясуемо, сколько это будет вартовать. Заезжаем снова до хлопцев. Все, сейчас мы выясним, сколько это будет стоить и дополнительно наберу. А сейчас пока отправляю. 120 гривень полно заправку. Якщо буде 12 900 за ваши кошки? Заправка иди. Якщо буде 12 900? Да. Дай сюда забавить. А якщо 12 800, то за наше? За вашу. А? За вашу. А вот тут вот важно зафиксировать договоренность. Потому как мы договорились, если стоимость 12 800, то кондиционер заправляем мы. А если стоимость 12 900, то компрессор заправляет он. Это важный момент. Заправляем зараз за ваш кошт, если все нормально, проблема тільки в радіаторе, кондиционера, він потім буде його мінять, то 12 900. Я задав вам питання. Якщо ми заправляємо, то буде 12 800. Нет, просто зараз. Якщо ви заправляєте, то буде 12 800. Ми ще не говоримо, але до цього я задав питання, що це питання підніметься. За чий рахунок буде заправлений кондиционер. Ви сказали, якщо 12 900 за мій, якщо 12 800, то за ваш. Я сказав, що я поверну кошти, якщо машину забираю. Тобто зараз ви не хочете показати за свої кошти, що автомобіль... Зараз 720 гривень. Клієнт ще не знає, чи він буде брати, чи хоче, чи не хоче. Ну так чи інакше, еліта вже на носу і прийдеться його заправлять. Попробуємо грамм 300 заправить. Якщо мало буде для запуска, то заправим. Йому мало буде запуска, а он включається по давлению. Зараз речь идет о полной заправке, нормальной, полноценной, вместе с маслом совсем. Но чтобы оно не вышло в атмосферу, имеється в виду. Проверим же сначала. Хорошо, спрошу по-другому. Проверка стоит каких-то денег? Сначала вакуумация делається. Якщо вакуумуватися, якщо втравить, то никто ничего платити не буде. Шикардос! Хорошо, начинаем. Викторисі! Пере, ві Knightсі! Приймати вескою. Спусті. общаясь с парнем на сту я смотрю вниз и не вижу баллона с краской краска это добавляется в хладоген и когда он пропускает ультрафиолета можно просветить и видно где он пропускает на вопрос где краска так мы без краски классно сделаем на минуточку 720 гривен когда в то же время все это стоит максимум 650 киви совсем с краской с маслом с хладогедом это вытягивают старый вкачивают новый и все это стоит дешевле чем где либо ладно цена то такое дело но загоняют без краски то есть она сейчас вытекает и мы даже не понимаем где за что выкидываем денег хрен знает поэтому это было уже такое слегка трохи перед z мы договорились о том что сейчас нам такая ситуация не нужно а через пару дней когда парень вернется мы встретимся с ним на другом из того и нам все сделают с хладогеном со всем и все это гораздо дешевле автомобиль как минимум достойный внимания но нужно дождаться парня заказчика который приедет через пару дней а пока выдалось у нас несколько дней почему бы нам не посмотреть еще один автомобиль ну правда это уже не бюджетов кунда и лантра окружная дорога заправка ока пошел я доброе утро подключиться почитать можно и так понимаю снаружи вопросов у нее мало пока нет киев чего нас сегодня в 1 апреля день дурака это типа из разряда найди подвох значит в принципе элантра но несмотря на то что сегодня 1 апреля элантра реально живая и уже просмотрел часа сделаю общий есть тут мелкие цаточки виде вот здесь вот царапка вот здесь вот здесь вот дверями причавили но машина она вся не крашена она еще на родной резине есть мелкие царапки по кузову диски у нее очень хорошие двигатель не работает а мурчит в смысле очень хорошо работает никаких следов сверху я не нашел все элементы они имеют дублированный номер кузова что говорит о том что машина в принципе все родные запчасти и и стоят сейчас я покажу сразу все эти элементы вот на кузове по боковинам вот на вот на этом дальше вот лейба царапка от ремня вот лейба вот лейбан значит по сиденьям сиденье очень аккуратно на сиденье снимались на вопрос почему ответ был обычный адекватный слушай ну мышь типа машины продаем людям и все машины у нас проходят хороший классный дитейлинг здесь машина аккуратно и чистая курили в ней не курили не знаю запаха не чувствую есть предположение что не курили пепельницы здесь нету по ошибкам значит по ошибкам эта машина у нее только ошибки засевшего аккумулятора она отхватила по безопасности но они не активны и цвет хороший в зазорах все хорошо на всякий случай я даже покажу что она вся в родной краски я принципе еще не мерил 116 129 119 но в промерах особо никогда нет значения когда я говорю что я не крашеная но законстатировать факт того что она есть это всегда нужно 77 96 101 здесь 90 77 по салону руль у нее не крашеный руль у нее нормальный чуть-чуть есть следы износа как в принципе куда и так не очень славится тем что он износостойкие материалы имеет салон у нее тряпковый здесь есть подогревы здесь есть мертвые зоны здесь ну в общем хорошая богатая интересная комплектация хорошая музыка здесь стоит как для хундая в принципе прецедентов для того чтобы эту машину не смотреть на исток у меня нету поэтому сейчас будем договариваться с парнями и ехать на исток элантра стошка пошел узнавать за подъемник так непонятное дело что по коррозии тут вообще ничего не не я я же показал я прочистил показал что заводской номер в смысле венкод на бампере тоже есть по да ладно пера в смысле того что он не раскис чтобы он остался по днищу автомобиль просто безупречный ну и стандартная история от того когда машину разгружают нее у нее ломается пластик здесь с этой стороны вы как классно защиты нету это та которая была в багажнике поломанная она ушла в страну потерянных вещей здесь вениту каких-то потеков видимых невидимых я в принципе не вижу сейчас я закончил смотр парня еще сделаю диагностику ходовой подклинивает тоже хорошо туманки на месте так аж уже не был я понял она где-то на что-то слегка в нее подрамничек поврежден и в принципе все больше здесь нифига нету таких либо следов того что она клепалась у лонжерона вообще ровненько красота эффект нового автомобиля логотип еще один в общем теперь точно на всех кузовных элементах уже видим что есть вот это и было повреждение побольше бы таких машин хрен ее найдешь эту машину с такими повреждениями задний бампер тоже красился в принципе было по моему заявлено там и перед и зада значит бампер имеет легкие потертости несмотря на то что он еще оригинальный родной не крашеный вот здесь вот уперся вот здесь и вот здесь в общем вот внизу он почуханный сверху этого всего не видно также вот есть слегка он лопнул часа пока будешь поймать как-то вот даже до бампер передний не крашеный радиатор у нее не забитый чуть-чуть есть на мелкие всякие ударчики и принципе все по ходовой в принципе вопросов никаких не возникло где-то я тут видел с какой-то стороны побитый почуханный диск на вот с этой стороны чуть-чуть коснутый диск а так по всем параметрам сайлентблоки у нее целые не надорванные снизу нигде ударов она никаких не отхватывала вариантов того что здесь она была ударена поддоном я не вижу потому как не откручивался ни один из болтов в общем снизу прицепиться за исключением того что вот лопнувши телевизор кусочек в трубу я уже лазил ребята это единорог ну формате того что если мы рассматриваем американские автомобили то среди битков на рынке америки это действительно единорог то есть это та машина которая не битая та машина которая не имеет ни единого крашеного металлического элемента у автомобиля небольшой пробег с пробегом не сорок две тысячи километров как правило американские автомобили они больны тем что они либо сильно травмированы либо же если не сильно травмированы то плохо сделаны всегда вопросы извините часто вопросы с безопасностью здесь же парень настаивал мы искали мы нашли и заказчик недаром не разменивался на те плохие позиции да это не volkswagen это hundai но этот автомобиль целый эта машина семнадцатого года добавить нечего есть что добавить сейчас скажу в чем прикол значит когда я проверял подогрев сидения машина стояла на солнце солнышко светило прямо на сидение и сидение нагрелось проверяв подогрев я помацал он тепленький но по факту у этого автомобиля не работал подогрев водительского сидения и в принципе все это самый большой минус который есть автомобиль достался с помененным маслом масло там вообще чистейшие говорят что там залито матюль честно скажу сомневаюсь но свежее масло там залито какое не знаю экспертизу не делали там залитый свежий антифриз там стоит новый аккумулятор есть единственный залет это обогрев водительского сидения можно конечно сказать что перекупость в водочи не сделали ребята это мой залет это мой косяк это мой недостаток я не усмотрел а так в общем и целом недостатков по сравнению с американскими автомобилями этот не имеет этот автомобиль был приобретен этот автомобиль был оформлен и уехал человек на этом автомобиле почему это вы потому что иногда говорят что а что же вы купили а купили мы хундай эландру которая практически в максимальной комплектации ну до максималки там не хватает пару опций так назовем это так богатая комплектация друзья спасибо что досмотрели это видео до конца вот таким вот необычным оказался крайний вот этот выбор который посмотрели на сегодня все не забываем подписываться на канал нажимаем колокольчик для того чтобы вовремя увидеть уведомления о том когда выходят новые видео а стараемся мы их выпускать два раза в неделю это четверг и воскресенье кстати к слову напишите в комментариях когда лучше кому удобнее смотреть видео и возможно четверг некомфортно возможно лучше вторник или же не обязательно воскресенье потому что сейчас начались праздники шашлыки еще что-то и воскресенье народа особого нету напишите пожалуйста в комментариях какие дни было бы комфортно и в какое время выпускать и очередные видосики на сегодня все с вами был николай тарануха киев компания один авто всем пока пока слегка засполяю для тех кто досмотрел это видео до конца я уже две недели даже чуть больше нахожусь нет не больше завтра будет две недели каких нахожусь германии и автомобиль который мы выбрали который мы осмотрели который мы купили мы еще не оформили почему так потому что покупать автомобиль у официалов сейчас это покупать автомобиль у робота что это такое я думаю об этом будет отдельное видео но я пока еще не понимаю вернусь в украину с автомобилем или же вернусь я пока в украину без автомобиля который выбран куплен и по нему всего лишь нету документов хотя сделать лафета было два эвакуатор короче история интересная история зачетная смотрите а я буду думать как мне уехать с этой германии а